всем добрый вечер рад вас здесь всех видеть но вообще тематика данного вебинара вы видите из дизайн изобилийте для мобильных устройств если у нас план на сегодняшнем прессе да у нас есть план я так подумал о трех частях принципе 3 части всегда хорошо если делишь на 3 часть полтора часа они прекрасно делятся вот и концептуальная часть мы с вами обсудим такие проблемы вечности технической часть мы подумаем о том как это все технические инструментарии подумаем а где наши гаечные ключи ну что концептуальная часть первая часть нашей свиты или симфонии концептуальны по поводу самих устройств которые используют пользователи вы еще помните времена когда у пользователей были маленькие телефончики которые помещались в руке а может вы помните те времена когда они становились все меньше и меньше и меньше и было очень смешно смотреть как человек доль держит недуманной пальчиками телефон который завершается пример на уровне уха и он что-то говорит а тот дождет слышит вы сейчас таких людей наблюдали по моему очень редко а у меня такой вопрос вы чаще встречаете людей с лопатами здоровыми или вот более-менее нормальными размерами телефонов вот но вы не обращались кстати внимание а вот скажем молодежь ну там подростки тогда какие устройства предпочитает побольше поменьше вы знаете метку еще что побольше у меня вот так тоже наблюдаю принципе как бы размер играет значение для вас самих у вас разные предпочтения могут быть но а вы не обращали внимание а люди более старшего возраста там ну берем про 70 от 70 лет вы встречали их со смартфонами там какими-то там большими экранами или они предпочитают в основном кнопочную технику а почему как вы думаете привычка привычка то есть человеку в общем-то большие экраны зрения плохой нет вот понимаете тут еще вопросы так сказать взаимодействия кнопочные она всегда привычнее чем сенсорное устройство вот поэтому конечно в общем то ну это проблема на самом деле тут на одном форуме обсуждалось что в общем то как бы такая интересная область для рассуждения но в общем то на самом деле это очень тяжелую область потому что очень много разных диаметрами противоположных нюансов у одних руки трясутся у другого зрения плохую третьего одно и другое четвертый не понимает чуть не хотят и попробуй все это вместе с и то вот вот а то что сейчас вот такой рынок идет вы заметили все таки что идет в сторону немножечку крупнее то есть размер немножко упротняется если смартфона видите до 5 дюймов вот фаблет и слышали такое слово немножечко ругательное может быть ведь от 5 до 7 дюймов но вы знаете тут мнения разные на самом деле что считать нижней границы для этих фаблетов 5,5 дюйма в принципе сейчас называют раньше было 5 дюйм сейчас пять с половиной уж не знаю почему но вот такая ситуация любовь пишет родители только мобильный телефон с большими кнопками не смартфон вы знаете но вопрос вот такой привычки да и тут привычки навыки которые сложились и в возрасте чем дальше вы растете тем вам сложнее их обновлять эти привычки и поэтому получается что ничего с этим сделать не можете можете ли вы новые привычки воспитать можете но вы всегда будете ну как бы чуть-чуть они не ваши родные они недавно пришли с каждым годом их труднее покупать марина так понимаю с каждым годом их не труднее покупать а труднее выбирать наверно я так понимаю вот и здесь конечно вопрос такой что у вас в принципе для мобильной техники есть своя система приоритетов какая-то да а чтобы вы лично предпочли для что для вас важно в мобильном телефоне вообще вот какой параметр выпускать для вас самый важный ну один параметр надежность слышимость скорость но такой параметр один из проблемных сейчас современных телефонов как вам кажется батареи батареи вот батареи еще раз батареи чем больше экран тему больше есть энергии да и тем больше разжечь батареи по прорыву батареи пока ну нету особых общем то да и в общем то они ну потихоньку наверное растут но получается что батарея ограничивает ваше время использования вашего телефона вот и здесь вот будет вот такая небольшая картинка статистика который знает все а ну естественно статистика по американскому рынку это на сколько часов в день вы используете ваш телефон и мобильный телефон вы видите там идет в 2015 году два и восемь десятых час ну почти три часа в день вы используете ваш мобильный телефон но если собрать на эти кусочки то посмотрели пробки то еще залезли то еще залезли три часа в день как вы помните там производитель анонсирует там очень много часов чтобы они могут работать но некоторые как бы ну как бы на 1 сутки хватает но из-за этого хорошо себя чувствуют другие производители которые пускать батарейки которых можете заряжаться понимать вот есть такая есть такая вот но всегда может компьютер подзарядиться и так далее дмитрий пишет для меня лучший вариант телефон с кнопками плюс планшет но возможно что телефон с кнопками дмитрий вы выбрали из-за как раз энерго так сказать его это стойкости а планшет но фиг с ним работает и работает и не работает ну и фиг с ним в общем то такой вторичный предмет вот а телефон все равно первичный предмет да и в принципе вот как вам кажется какая самая важная функция в телефоне им все-таки для вас для вас звонил звонилка но когда в поиске телефона для всех нужд у него батарейка садится и для звонилки тоже соответственно то есть вы ну не можете как бы позвонить потому что батареек у вас разрядилась понимать и для планшета приходится носить внешний аккумулятор ну вот здесь тоже пишут александр пишет интернет вот так что видите у всех немножечко разный приоритет но и при интернету можно звонить тоже вроде когда по большому счету но принципе все таки базовые функции никто не отменял и она должна быть неплохая но вот этот аккумулятор он в общем то получается немножечко подводит и есть предположение что если дальше вот укрепляем все это он будет подводить не меньше дальше этот аккумулятор да поэтому принципе мы с вами в общем то попадаем вот такой вот ограничение каждую кручевец по-своему но если вам нужно попасть куда-то и там вам понадобится телефон то зарядка внешняя собой принципе штука очень актуальны то что не хватало чтобы он еще разрядился и сон разделился вам уже ничего не светит поэтому по большому счету мы с вами имеем вот такую проблему с этим телефоном вот и если у вас телефон разрядился то вот эти проблемы которые вы видите они уже не играет никакой скроллинг да там кнопочки большие или кнопочки маленькие на экране это уже все равно поэтому по большому счету сейчас все таки как бы батарея является ну таким достаточно сильным ограниченным фактором вот но вот увидите перед собой вопросы ведь я эти вопросы сдул из нее как-то шеф прислал что-то там металлогия на тему писал книженства и же статьи публиковать вот и вот такие вопросы там были и знаете я думала что собственно говоря как бы ничего нормальный вопрос а вот правильно люди не любят скроллинг вы любите скроллинг то есть вот вы прокручиваете страничку для вас проблемы не очень вообще да вот вот это масштабирование она в общем то получается не уже напрягает очень сильно просто скролить приходится уже пропущен направлении но с другой стороны мы с вами имеем большой экран мы с вами и маленький телефон и вы видите что без скроллинга здесь никак не обойдешься и тогда возникает вопрос а что должно находиться до линии сгиба на сайте то есть например мы берем все-таки не мобильный приложение но мобильной версии сайта да там что должно доходиться на линии сгиба правильно я рассуждаю что должно находиться все что после может понадобиться в первую очередь или не совсем а вопрос а что можно помочь после папана с первой очереди кто это все определяет это создатель вот этого сайта определяет или пользователь может как-то определять что мы там важно что-то я не встречал что после может какому как-то определять что ему важно вот здесь вы не будете этим заниматься вот и получается что как бы так тут вопрос прозевали марина спрашивает куринии сгиба марин смотрите линии сгиба это вот такая штука страшная вот это сейчас покажу первый кран труб говоря вот ли не сгиба в принципе я веду так вот и принципе вот вот так я например там не станет вот вот пожалуйста ли не сгиба поэтому принципе получается что здесь вообще должно находиться И самое важное, но когда вы начинаете перечислять это самое важное, у вас, оказывается, список, который спокойно разместится на двух экранах. Ну, как минимум. Это самое важное, да? Понимаете, Биллиан? Но тогда Марина предлагает рекламу, самое важное, что там должно быть. Но здесь как бы никто не спорит, да, то есть без рекламы никуда не действует, желательно, ну реклама как может подать? Можно подать в виде всплывающего окна, здоровенного, с маленьким крестиком. Что мы с вами и наблюдаем? А лучше парочки окон, одно, потом другое. Нет? Как вы заходите, это сам Wi-Fi, да, там метро. Вас ждет одно окошечко, потом другое окошечко. Я так думаю, скоро будет третье окошечко, а что нет? Это будет нашел телефонный. Ну, да, вот знаете, я так чувствую, что к этому тоже скоро придет, особенно когда он завис, там у них Wi-Fi, и вам заново надо идти, так сказать, в крест проходить. Полин предлагает навигация. Но, вы знаете, что здесь может быть, конечно, определяется тематикой сайта. Вот если это сайт банка, то что самое экстренное может быть, кроме телефона, да? Если это наш сайт мобильный, да, то что там может быть, кроме телефона и списка курсов, например? Вот, то есть, в принципе, вы должны сами определить, что же там такое самое-самое важное для этого сайта. Вот, для этого, вот, Марин, правильно, думаю, что должна быть самое главное, зачем пришел пользователь на сайт. Вы знаете, нет, а вот это не совсем так, он должен, в принципе, это увидеть, но это не обязательно будет прямо на первом экране. Например, у нас пользователь пришел записаться на курс, и он на экране, на первом, видит записаться на его курс, на который он пришел. Понимаете, да? Но на первом экране вряд ли он это увидит. Он увидит это, может быть, на втором, а может, на третьем экране. Мы понятия не имеем, да, что на какой курс он пришел записаться, к сожалению. И поэтому получается, что мы не можем дать, что ему нужно. Но мы ему можем направить с правильной дорогой. Поэтому, в принципе, вот это самое важное, направить поиск с правильной дорогой, и он должен по этой дороге правильно пройти. А что ему тогда поможет? Вот, было предложено навигация. Ну, навигация, куда же без навигации денешься? Вот. Так. А какой вариант навигации вы встречали еще? Как она может быть выполнена на мобильной версии сайта? Вы двигаетесь, это, итак, первый вариант гамбургер, вот такой, да? Другой вариант, у вас навигация идет вот так вот, ну, вот так вот, да, в принципе. Как вариант, она может перестраиваться вот в виде блоков вот так вот, например. Это понятно? Третий вариант, вы видели выдвигающийся сбоку навигация, то есть вот так вот вытаскиваете ее, там идет навигация. Кстати, как вам кажется, удобно? Ну, вот так, дышное место не занимает в этой странице. Вот, так, это как штук, на самом деле, а, шторка называлась. Вот так вот шторка выдвигается, но, вы знаете, тут момент тонкий, потому что есть вопрос, в общем-то, так, Полин предлагает плитками на всю страницу, как в блогах новостей. Вот, тоже вариант навигации, то есть вы идете, вы заходите на сайт, а там вот такие, хоп-хоп-хоп, метр-интерфейс, типа вот так вот плитка там и расположена по-разному. Вот, это, в принципе, тоже, конечно, будет навигация, но тут уже, получается, наполнение пошло, вот эти элементы, да, они образуют наполнение уже сайта, а где основная, как бы, навигация, это же не основная навигация, вот эта часть. Хотя, с другой стороны, если возьмемся Windows Phone, там эта часть, вот как раз, вот эти плитки являются основной навигацией. А кто-нибудь пробовал Windows Phone, вот этот вот, плиточный, вот, какая проблема у Windows Phone, как вы думаете, как вы почувствовали? Кстати, между прочим, у iPhone, у Android тоже плиточная навигация, основной экран, да, вот так вот он скралируется, но в чем отличие Windows Phone от iPhone и Android? У него, дело в том, что у него сделана вот такая система, то есть, идет вот эти плитки, эти плитки идут, эти плитки идут, эти плитки идут, вам понятно, теперь идея? Вот эти плитки идут, они вот так вниз идут далеко и надолго, и чтобы вам прокручивать ниши, вы не можете прокручивать по экрану, вы плавно прокручиваете, но, соответственно, вам надо много шагов вот таких сделать для прокрутки. А для iPhone, а для Android, там все-таки экранами листаются, то есть, вот они идут, вот эти, да, и вы там, точечки идут, вы можете пролистывать сразу целиком экран, да, у вас не будет пересечения и не будет того, чтобы вы там по одному ряду полной колоночки вот так пролистываете. Вот, да, вот, Мария, листать устанешь. Вот, поэтому, в принципе, вот, если не очень много стоит у вас приложение, это нормально, но если вы приложение на 5-6 экранов наставили, вот, как я как попробовал, ну, это, это уже не доставляет, это уже начинаешь выкручиваться, как побыстрее запускать. Но, это вот такой, в принципе, интерфейс для, скорее, все-таки устройства, да, а для веб-сайта такой вариант подошел бы вообще организации интерфейса, вам встречались веб-сайты, сделанные вот на плитке, как бы, чтобы навигация была на плитке сделана. Вы знаете, что-то такие, наверное, будут особенные сайты, они не для всех нужд, конечно же, и, в общем-то, портфолио тут тоже может по-разному представить. Бхс, например, типа того, ну, как-то вот эти плиточные организации, они как-то там, ну, в общем, не слишком здорово уживаются, и там проблемы есть с ними, в общем-то, неудобно с ними работать, как выясняется. Ну, вот, да, вот, и поэтому, в принципе, стандартная навигация, она как бы остается прежней, вот. Так, Макарий ссылочку тут бросил. Windows Phone 8. Ой, мне, честно, тут не тот его откроет. Ой, ну, я так и знал. Ох. Да. Да, сказка и песня. Ну, типа того, как раз. Ну, как вам? Да, вот эти мерцания, вот эти, да, вот эти вот, как-то вот это вот, сплывашки сплошные. Вот, вот, спрашивается, насколько вообще это соответствует, то, что мне нужно. А вообще, если реально по-убидеть, что мне нужно. Ну, вот, хорошо, есть поиск по сайту, тут, видите, вот, поиск по сайту. Гамбургер, что-то это, вот, непонятно. Сайт для смартфон с операционной системой. То есть, в принципе, пусть страдают, вот, как бы, вот, это, Windows, и, вот, у остальных, остальных пусть не страдают. По-моему, фанат в такой интерфейсе найти будет немножечко сложного, мне кажется. Татьяна, ну, вот, вы видите, как раз в исполнении, по сути, Windows Mobile, вот эти вот версии, как раз. Так что, тут оно вот такое идет. Но, вы знаете, у меня есть маленькое предположение, что эта идеология, она была достаточно давно разработана, сейчас она уже вряд ли сильно развивается, но они вот сделали так, оно, как бы, и болтается в таком виде. Вот, и, в принципе, переделать они вряд ли хотят, но, вам понятно, что Windows уже загибается, да, для смартфонов в очередной раз, слышали, да, тематику эту. И они уступают рынок Android, iPhone, и, как бы, что с ним дальше будет опять неизвестно. Они любят загнуться, а потом хобо, и очередная версия вышла спустя какое-то время. Вот. Это для минималистов, у кого мало приложений, вот как здесь мало. Точно так. Вот. И поэтому получается, что мы с вами сейчас говорим про навигацию, да, но сказать, что вот как правильно ее сделать, в общем-то, никто, конечно, не знает. Вот. И, да, очень мало там. Так, осталось мне моё окошко открыть, как найти. Вот. Поэтому вопрос всегда, правда ли, что люди не любят скроллинг? Вы знаете, в принципе, неправда, естественно, люди обожают скроллинг. И более того, есть мнение, знаете, какого плана. Чем меньше вы информацию на первом экране размещаете, тем большей вероятностью пользователи скроллируют. Согласны ли вы с этим? Я не всегда, главное его заинтересовать. Чтобы он прокрутил. Но, с другой стороны, на мобильном телефоне, Марина пишет, будет, но не долго. А нам не надо. Долго нам надо, чтобы он, так сказать, основную информацию видел. И получается, у нас два варианта. Либо мы все на первый экран вешаем, да, вот так все плотненько там. И тогда он не знает, куда смотреть. Либо мы аккуратно размещаем информацию так, чтобы мы дали понять, что продолжение следует, да, и чтобы он видел, что здесь вот так, а там, наверное, есть что-то еще, то, что ему надо. Как вам такая идея? Если грамотно распорядить эту информацию, то вообще никакой проблемы и нет в результате. Вот. Поэтому здесь вот этот скроллинг, он, в принципе, он, наоборот, от пользователей какие-то действия требует. То есть он не просто читает, он вовлекается из себя, понимаете, и он следует действия. Раз он действует, значит, он, в общем-то, работает и нас это устраивает. Вот, но скроллинг. Скроллинг ведь тоже бывает разный. Вам чаще попадался горизонтальный скроллинг. Ой, вертикальный скроллинг, да. Горизонтальный скроллинг очень редко встретил. Он встречается, но реализация здесь раз-два обчелся, потому что нечаянно может просто корролировать не то. И не в рамках продукта, а дальше, да, там куда-то еще. Вот, и поэтому здесь этот вопрос достаточно тонкий уже. В принципе, в горизонтальном скроллинге ничего плохого нету, но если бы не было противоречия. Что должно находиться вдоль линии сгиба? Вот и возникает вопрос. Что вы хотите, чтобы поиск его видел, и как вы хотите, чтобы он покрутил дальше? Вот чем вы хотите его спровоцировать? Вряд ли реклама подействует, чтобы он увидел дальше, понимаете? Но что-то, что его может заинтересовать, это вполне может быть. В свое время баннеры, вы помните, такие были баннеры, да? Они использовали очень интересный психологический прием. Например, даются они вот такое вот окошко баннера, и там идет текст анекдоты. И вы читаете анекдот, а дальше надо проскаррировать. То есть, вы нажимаете скролл, и хопа, вы пошли туда, на сайт рекламодателя. Хороший вариант, работал совершенно изумительно. Но, правда, здесь не надо в таком виде действовать. Но чем заинтересовать? А вот это вот головная боль. Чем поиск его заинтересовать, чтобы он дальше прокрутил? И чтобы вам не надо было первый экран сверхсильно грузить. Остается ли в силе правило трех кликов? На самом деле, правил такового нет, но взялась такой миф об этом правиле. Что поиск за три клика должен сделать все, что ему нужно. Слышали такое правило? А как вы сами считаете на эту тему? В принципе, три клика. Вы за три клика что-то там такое делаете. Это действительно три клика, а не четыре, не четыре с половиной клика. И по количеству действий, наверное, все-таки. То есть, в принципе, сколько вы будете ерзать. И вы знаете, даже, в общем-то, давно уже было замечено, пользу кликов может быть больше, если пользователь понимает, что он делает. То есть, он понимает, что он движется туда, куда нужно. Если же он кликает, а как бы к цели не приближается, то есть, он не видит, что к цели приближается, то как бы процесс-то неизвестен и непонятно, когда он завершится. Поэтому, в принципе, здесь для развлечений... Ну, три клика тут для развлечений маловато будет. Но, тем не менее, вот эти три клика, они могут быть актуальны в том случае, если действительно что-то нужно быстро получить, в общем-то. И тогда он действительно должен получить как можно быстрее. Но получить быстро товар за три клика вряд ли кому-то вообще удавалось. Прийти туда, где получишь желаемое. Если человек что-то надо, то он за 10 кликов сделает. Вот абсолютно согласен. В некоторых случаях два клика много. Но, опять-таки, это все зависит от ситуации. И когда вы, пользователь, выставляете что-то делать, то, конечно, пользователь будет это делать, пока вы не переутомите. Но мы с вами тогда затрагиваем рабочий процесс пользователя. Что кликать, Макарий спрашивает. А что кликать надо? Куда вы собираетесь кликать? Мы собираемся найти, например, на Яндекс.Маркете что-то. С чем вы начали поиск на Яндекс.Маркете, например? Первое ваше действие. Вы бы начали вводить название товара, правильно? Вот. Он бы вам, наверное, это название товара бы, это самое, начал помогать, нет? Он бы помогать, возможно, что удачно. И вы хоба, и сразу перешли на этот товар. Понятно, да? Или там нету этого. И вы тогда начинаете искать уже более углубленную, в общем-то. Вот. И тогда, ну сколько там кликов будет сделано? Наверное, это не столь важно, по большому счету. Ваша задача не кликать, считать. Вы товар хотите найти. Понимаете? Если вы товар нашли, вы функцию выполнили. Если вы товар не нашли, ну хоть там вот три клика, хоть десять кликов. Вы эту функцию не выполнили. Георгий спрашивает, будет ли запись вебинара? Георгий, тут я вот специально для вас перепас вот эту ссылочку, вот, то, что мы сейчас наблюдаем. Там, кстати, и есть небольшая ссылочка на тестик, поэтому напоминаю, что у нас там есть тестик. И этот тестик, не тестик, а этот, опросник. Вот этот пункт ответил. Что вас восхищает в мобильной технологиях, что в данный момент является проблемой? Вот по этой ссылочке вы как раз можете ответить на этот замечательный вопрос. Вот. И поэтому вот эти правила трех кликов, они применимы в некоторых ситуациях. Но в каких? Вот какие ситуации здесь можно было бы назвать? Вы знаете, если, например, пользователь зашел на сайт, и он должен выполнить регистрацию. Сколько кликов ему для этого нужно сделать? Вам не кажется, что один. Один клик. То есть он нажимает и проходит регистрацию. Если пользователь, например, зашел на сайт, ну, допустим, ГИБДД, ему там нужно что-то узнать, да, например, там штрафы там и так далее. Играет ли роль трех кликов здесь в данном случае? Там, наоборот, его можно кругами поводить еще, да, там, в принципе, заодно рекламу показать. Там по пятому кругу он наконец увидит, ух ты, я наконец-то вышел. Вот. Кстати говоря, а идея сайта, у которого навигация в виде лабиринта сделана. То есть вы идете, а она чуть-чуть меняется регулярно. Пользуйся, что ж такое-то, что ж там происходит. И он пошел по пятому разу искать, и он видит вроде знакомое, вроде он был, а оно по-другому выглядит. Понимаете, да? Наверное, это будет очень круто для игровых технологий, но для продуктового сайта будет не очень здорово. Ну вот, и, в принципе, по поводу, опять-таки, трех кликов, а если вы покупаете программу какую-то, вы зашли на сайт, вы хотите купить программу, первое действие вы что должны сделать? Найти ее, потом, наверное, купить, может выбрать тарифный план, там, и так далее, да? Но, теперь, представьте на секундочку, что вы хотите выбрать драйвера для вашего устройства. Ну, например, вы должны выбрать операционную систему или платформу, потом операционную систему. Потом еще что-то. Можно ли там в три клика уложиться? Там будет множество вопросов вам. Вы покупаете билет на самолет. Про три клика можно забыть сразу же. Три клика уйдут, по-моему, в первый щелчок, уйдут ваши все три клика. Поэтому здесь, конечно, это все, в общем-то, мягко говоря, ну, скажем, немножечко профанация с этими тремя кликами. Вот, и поэтому здесь лучше не о кликах думать, а о пользователе, как он будет работать. Social Proof лучше, чем без него. Имеется в виду, что, например, вы проставляете какой-то сервис, и вы хотите дать отзывы на этот сервис, но откуда брать отзывы? Из соцсети взять отзывы или взять отзывы откуда-то, или сами придумать отзывы? Ну, а не так, что все-таки соцсети здесь более будет актуально, или вы не верите никаким отзывам? Ну, я, честно говоря, сколько отзывов не читал, когда выходил один и тот же отзыв на 10 сайтах. Поэтому, вера на самом деле уже мало. Вы знаете, тут есть один интереснейший момент. Вот вы заходите на сайт. Сайт продает, допустим, упаковку какую-то. Продает он упаковку. Вам нужна какая-то упаковка. Вы читаете отзывы. Вы читаете там, вот, отличная упаковка, я завернул, даже кошки не прогрызли, под водой стояло, и все выдержало. Но в одни не попало, все замечательно. И так далее, да? Вы читаете, это как роман, вот эти вот отзывы, а вот дальше начинаются интересные моменты. Вы люди здравомыслящие, вы в них не верите. Но вы их читаете, и на вас это капает на мозге. Понимаете? И даже если поиски не верят, вот эти отзывы, они всегда играют большой-большой плюс в карму, так сказать, того, кто их размещает. Вот, понимаете, да? Осталось разместить их так, чтобы это как бы не было машинным, как бы, понимаете? Там надо правильно размещать. Можно самому придумать отзывы. Они будут настолько практически естественные, в общем-то. Товары-отзывы очень нужны, к услугам сложно сказать. Но, знаете, я по поводу отзывов, ну, так пока немножечко абстрактно говорю. С другой стороны, если говорить про товары, да, про товары, то какой смысл поисли врать, в общем-то, по поводу этих товаров? Он зашел, ну, кстати, врать-то врать, а с другой стороны, в какой ситуации поиски пишет отзыв по поводу товара? Если что-то не так. Вот, если что-то так, то вы пишете сами отзывы. А вы хоть сами, хоть один отзыв написали. Негативный. А позитивный? Ни разу, да? Вот. Вот можно сказать, что вы очень неблагодарные люди? Да. И мы этим гордимся. Но, вы знаете, здесь вот получается момент, что вы читаете отрицательные отзывы. Может так получиться, что позе столкнулся с проблемой. Вот. Он один столкнулся, а все остальные не столкнулись. Или нет? Нет, а как бы, Ситилинк, у них там плюшки за отзывы, там, странные люди пишут хорошие отзывы. Нет, ну, если плюшки, но, тут вопрос такой, Ситилинк, вы по поводу товара пишите или по поводу Ситилинка отзывы? Вот это есть некоторые нюансы. То есть, если вы фирму похвалили, а она вам дала плюшку, то это один вопрос, да? По поводу товаров, это другой уже вопрос. Вот, Дмитрий пишет по поводу товара, но вы тогда должны знать про эти плюшечки, да, они, в принципе, не помешают вам. Но, это надо правильно называть, не знаю, там, на Ситилинке, это насколько четко видно вообще вот эти вот отзывы. В смысле, на то, что вы можете плюшку за него получить. А с другой стороны, можно и так вызов написать, правильно? Не покупай этого. Десять вызов написал, получил десять плюшек. С этим десятью плюшками ты идешь за скидкой. Нет? А почему нет, с другой стороны? Что, что, ну, что нам мешает, да? Поэтому, вот так вот, как бы, по поводу хороших отзывов. Можно, кстати, средства заработать, писать, хорошо. А, номер заказа надо указывать, зараза какие. Все, 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 такой бизнес пропал. Черт, я уже подсчитывал. Ну, ладно. И поэтому вот эти вот отзывы, они играют, как бы, роль в любом случае очень важную для пользователя. И если это грамотно представить, то все получается очень здорово. Но когда вы знаете, что там все плохо, а отзывы замечательные, то это уже другой вопрос. Тогда у вас уже доверие падает к ним достаточно сильно. Вот, поэтому с отзывами, конечно, ну, вот, ломайте головную боль. Но, ломайте свою голову, но все-таки отзывы очень корректные, в смысле, хорошо сделанные. Они очень здорово работают. Вот, теперь, по-моему, пиктограмм. А вам нравятся пиктограммочки? Или я? Или они мешают работе? Ой, свой любимый пример приведу. Ну, что-то вот нравится мне. Коррект, который. Вот. Или. Какая проблема пиктограмм? Вот, Мария правильно говорит. Если непонятно, то хорошо и удобно. Залко, я не могу свернуть эту штуку или могу? Я, наверное, не могу. Не свернет он так просто. Вот. Так. Вот я вот так могу сделать. Мария, вот вы можете понять, кто из них занимается чем? Какая пиктограммка за что отвечает? Вот насчет домой я согласен. А вот остальные, наверное, без объяснений понять довольно сложно. Но можно интуитивную, понятную пиктограмму сделать? Вы знаете, по-моему, на этой теме можно расслабиться. И уже сколько уже делали, в общем-то, и, в общем, как бы, безуспешно достаточно. Вот. Более того, Wi-Fi. Вот. Кстати, этот Wi-Fi, еще где используется? Вот такой значок, кто помнит? Может, помните? РСС ленты различные. Там очень похожий значок используется. Ну, вы знаете, тут, в принципе, да. А вот лупа, например, вот так вот, плюсик. Как используется? Помимо лупы. Вот так, например. Поиск? Не встречали такое? О! Нет, ну, давайте без плюсика. Это похоже на... У вас есть ситуация поиск? Ну, с другой стороны, вы берете лупу, чтобы найти, да? Или разглядеть там. Вот что хочешь, что и думай. Вот какая здесь вот... Да вот привыкли. Тут это как бы вопрос тонкий. И поэтому получается, что... Помощь покупки календаря, регистрация, так... Помощь продукции, возможности, события с календарем согласны. И так, ну, вот такая здесь ситуация. Ну, вот. Интуитивно понятно, если в правом верхнем углу. Но вы знаете, вот тут вот эти пиктограммы, все-таки, если они снабжены пояснениями, то это очень здорово. Но, вот смотрите, в данном случае вы видите пиктограммы. Они все украшают, по-моему, да, симпатически все смотрится. Дальше я захожу, например, там, продакт. Вот. Дальше мы видим, сколько они там всего хорошего продают. Красиво, все сделано. Вот. Ну, допустим, так вот. Вот. Затем мы заходим, кстати говоря, у них, что интересно, вот, видно вот эта часть, но без пиктограмм было бы скучно. Вот, Марина, вы не совсем правы. Делаю здесь еще вот, чем я захожу сюда, например. Оба. А вот теперь вы заметили маленький нюанс. Заметили? Пиктограммы свернулись. Они готовы развернуться, когда вы сюда наведете. Вот. Но вот так вот они, видите, вот так вондухе работают. Вот. И сейчас, получается, они представляют вот так товар лицом. Как видите. Вот. И пиктограммы здесь, в данном случае, нисколько не мешают. Более того, пока вы идете, пока вы наведете здесь, да, вы уже видите, что к чему. Можно сказать, что вы уже сориентировались, и вы видите, что и чем здесь занимается. Сколько-то пиктограмм вы здесь видите, которые, в принципе, пользователю нужно освоить. По большому счету. Ой, не прокручивать нечего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Но из них интеллективно понятны. Домой, согласны? Домой. Потом саппорт понятен. А вот эти три, которые оставшиеся, в общем-то, как бы, ну вот, три оставят. Всего пять пиктограмм, и из них три, в общем-то, требуют некоторых пояснений, да. Вот. Возможно. Но к которым, в принципе, можно привыкнуть. То есть, вот эти пять, да. Если бы было десять, конечно, это была бы жесть. Но их всего лишь пять. Из них три, скажем, немножечко, ну, специфические для данных. Вот. И поэтому, получается, что вот этими пиктограммами, они здесь, в общем-то, очень неплохо вас ведут. И в данном случае меню не занимает нисколько места. Теперь вопрос. А как для мобильного подошло бы такое решение, как вам кажется? В свертом варианте. В свертом варианте. А он может, например, развернуть его, понимаете? Развернуть. Да. То есть, мы тогда можем что дать? Мы можем дать здесь стрелочку, как вот так вот, да? Ну, грубо говоря, вот стрелочку. Он тогда разворачивает, если ему непонятно. А если понятно, тыркает. Понятно? То есть, в принципе, вот эти вот шторка, она сейчас очень часто используется. Я, знаете, думаю, что еще. Если мы с вами представим себе вот интерфейс со шторкой, вот такой вот, которая слева вводится, да? Поиск ее выдвигает. Он сюда выдвинулся. Вот она выдвинулась. Так? Можно ли себе представить второй уровень шторки, как вы думаете? То есть, он дальше выдвигает что-то еще. Понятная идея, да? И знаете, что напоминает? Помните, были выпадающие меню, да? Они выпадали там с подменю, а сейчас это мега-меню, который выпадает сразу вот такая сложная структура, да? Вот здесь что-то такое тоже, мне кажется, потихонечку напрашивается. Вот так, знаете, как карта вот так вытягивает, да? Что-то-то вот вы раскладываете так, да? Что-то такое интересное, мне кажется, здесь может быть на эту тему. Но это эксперимент еще надо проводить. То есть, здесь есть куда развиваться. Все, прайс. А вы думаете, что справа ничего нет? А вон оно есть. Вон. Так что, как видите, они есть наворотили, будь здоров. Вот эта штуковина. Вот. Ну, вот так пиктограмм. С правой стороны пиктограммки не особо нужны. Здесь, видите, уже сами товары идут. Вот. Но в данном случае вот такой динамический интерфейс. Я не скажу, что здесь сделано как шедеврально, но с точки зрения гейкса, с точки зрения работы пользователя сделано, ну, я бы сказал, здорово. То есть, работать с этим очень даже комфортно. Вот. Так. Ну, вот такое решение. По полпиктограмм. Но, с другой стороны, мы на веб-дизайне тоже разбираем, как там на Коммерсайте было, стало там сделано. Там пиктограммы были, потом они отказались от этих пиктограмм. Вообще просто. Вот. Сергей пишет, справа не очевидно. Вообще не очевидно. То есть, не очевидно, Сергей, ну, просто по максимуму не очевидно. Но, если случайно навести мышку туда, вот на правую часть, вот куда-то, уже не наводится. То чего-то оно вот что-то появляется. Вот. Пасхалка. Ну, насчет пасхалки не знаю, вопрос тонкий. Вот. Но пасхальное яйцо такое, да? Хоба, неожиданчик такой вот. Ну, смотрите, ведь, чтобы прокручивать, есть шанс, что я воспользовалась тем самым. С World Bar, да? А когда я до него дойду, меня ждет здесь сюрприз. Но, с другой стороны, вот эти моменты, которые перечисляются, они перечисляют опять оборудование, которое их было слило представлено. Вот оно идет здесь, только в более, так сказать, расширенном списке. Ведь там идут и такие, и сякие. То есть, гораздо больше, чем здесь представлено всего. А, нет, вот они идут. То есть, то, что вот здесь, вот они вот там с правой стороны перечисляли. Это немножечко неожиданно, но, в принципе, такого протеста большого не вызывает. Нет, там есть как-то i-информация. Где? Они по-дурацки сделали, что это i-подключается на юркуликсе. Вот если вы... А, вот это, да? Так она может и не встретиться, видите? Да, да. А так она задизайнерена, не знаю, специально нет. Ведь серый цвет, такого вот одинаковый серый цвет используется. То есть, они не хотят на этом поле акцентировать. И оно как пасхалка, действительно, вот так, как сюрпризик такой работает. Трудно сказать, насколько для пользователя этот сюрприз сильно нужен. Но, в принципе, возможно, в некоторой ситуации пользователь увидит, что что-то ему здесь нужно. И, возможно, он будет это использовать. Но, такие любопытные решения они задействовали. Между тем, обратите внимание, восприятие сайта, в принципе, ну, что это, художественный сайт? Нет, конечно же, это продукты определенные. Считабельность очень хорошей картинки, ну, шикарные совершенно идут. Ну, о чем еще, собственно говоря? Вот они все здесь представляют. Кстати говоря, как эта штука смотрелась бы на телефоне с этим решением? Сейчас попробуем. Вот, да, все, все, видите. Так, сейчас он идет, корп.ком. Тут, кстати говоря, до этой версии, у них эта версия относить, недавно пошла. До этого был тихий ужас и плач вселенский. А сейчас это, в принципе, уже не тихий ужас и не плач. О, за одну камеру попробую. Блин, камеру-то я попробую. Сейчас я найду мне камеру, пробую. Камера. О, шикарная. Камера. Красота неземная. Вот он идет. И бургер, куда без бургера. И вот, пожалуйста, они, видите, вот так четко представляют вот эти все товары. Ну, вы сюда пришли, на сайт магазина, точнее, фирму-производителя, да, звукового оборудования различного. Естественно, они на сцене по-дворотски фокусируют. Камера будет немножко, извиняюсь. Вот он пошел, вот этот бургер. Узнаете, иконочки. Я иду опять вот это продактс. Я в нее попал. Я не попал. А, там грузится. Ну, у нас Wi-Fi здесь, да, Wi-Fi у нас здесь серьезный. Грузится любит. О, кстати, немножечко по-другому картинка выглядит, да? То есть они вот то меню, они сжали в гамбургер. Вот это вот менюшечку. Вот, а здесь они представляют вот эту саму продукцию. Не вопрос. Кнопчики большие, красивые, кстати, очень даже эстетично смотрятся. Кстати, дизайн для мобильного устройства. Как вам кажется, сделан? По-моему, очень здорово, очень красиво и, так сказать, функционально. И, как ни странно, в общем-то, понятно. Но мы куда зашли? Вот синтезаторы, да? Здесь по горизонтали прокручивать некуда, а по вертикали прокручивать вон там, как видите, есть куда. Прокручивали, вот. Понимаете, сколько напрокручивали, вот. Но, тем не менее, вот обратите внимание, важный момент. Видите, вот эта стрелочка вверх такая идет, да? Поняли, да? Ну, извините за фокусировку, но все-таки камера хорошо вкусит. Хоба! Я вот так наверх перешел. Здорово! А вам часто попадалось, чтобы наверху была кнопочка перехода на самый верх? Я что-то обычно внизу ее обнаружу где-нибудь. А здесь они, видите, постоянно вот сюда выдают ее и выдают. И очень даже все здорово получается. Вот. Но на этом сайте несколько уровней. Для тех, кто не знает, что можно наверх экрана нажать. Ха-ха-ха, Дмитрий, давайте дружно посмеемся. Это на айфоне. Вот. А для андроида, извините, они могут долго нажимать. У них ничего не выйдет. Так. Но. Я сейчас нахожусь на синтезаторах. И я хочу, например, уровнем выше. О, стоп. А я хочу вот сейчас вот этот кронос посмотреть. Посмотрим. Хлебные крошки, как у них сделаны, не сделаны. Но у меня есть маленькое подозрение, что здесь не килогрузят на самом деле. То есть объем загрузки достаточно немаленький идет. А может наш Wi-Fi все-таки так работает замечательно. О, красавчик какой. Вот он идет. О. Ну, если я зашел на сайт продукта, какая кнопочка здесь будет еще меня встречать? Конечно, Buy Now. Видно? Вот. Купить сейчас. Вон он идет. Куда же без нее ты? И вот такой сайт. Вот такая страничка данного продукта. Ой, там кто-то написал очень сложно. Ой, вы знаете, честно скажу, вот здесь сложно найти. Вот. Ну, а вот дальше вот продакт, видите, опять вот на таком уровне это работает. То есть, в принципе, здесь нету хлебных крошек, как таковых. Я возвращаюсь прямо на уровень продуктов. Вот сюда вот. Софтвер. И в таком духе иду. Вот. Но зрелищность, по-моему, здесь очень-очень хорошая. И, в принципе, вы... Да и разборчивость тоже нормальная. Поэтому не знаю, что-то такого, в общем-то. Дизайн сделан очень даже хорошо. Вот. Вот такой симпатявый сайт у Корга оказался. Кстати, музыкальные фирмы. А какие еще есть конкуренты в этом? Скорее, Yamaha будет, да? Yamaha, Roland, вот такого плана. Ну, это уже, боюсь, ушло. RuYamaha.com Вот Yamaha идет. Ну, скажем так. Сразу возникает мысль, вам шашечки или ехать? Да, в принципе. Вон, черный текст, белый фон, серенький фон. Продукция. Вот, музыкальные инструменты. Вон они идут. Поначалу. Вон, все понятно? Ну, у вас не кажется, что все-таки вау-эффекта как-то нету. Вот на Корге он присутствовал. Потому что, да, было сделано очень эстетично. А здесь оно, ну, сделано как-то вот так вот. Ну, в принципе, стандартный такой вот вариант. В принципе, вы, вам понятно, что делать здесь. Там тоже было понятно, что сделать. Вот. Но гамбургера нету. И получается, здесь вот я куда-то захожу. Вот я дошел до рояля, например. А у меня возникает вопрос. А как мне вернуться на предыдущий вариант? Видите, да? И как мне вернуться на предыдущую страницу? Нет, я могу, конечно, стрелочку назад нажать. Но вы сами понимаете, в этом есть маленький нюанс. Вот если я на логотип Yamaha нажму, наверное, я вернусь. И в начало, наверное, вернусь. А вот так вот, на... Так, если я сюда назад нажму. Но, с другой стороны, если я вниз прокручу, нет. Видите, здесь тоже, в общем-то, нету ничего похожего на хлебные крошки. Это по поводу того, что на веб-сайтах используется. Вот. Ну, вот такая ситуация. Вот интересно, а как вы думаете, а что означает вот эта кнопочка? Справа от лупы. Ну, давай, фокусируй. Вот, зараза. Честно, что бы мне так... Я его сейчас... Ему нужно ориентир, чтобы сфокусироваться. Зараза. Не хочет сфокусироваться. Да. Она, вы знаете... Ну, не знаю... О, видно? Что-то похоже на... Я не знаю, на что похоже. Экранная версия. То есть, большая версия. То есть, полноэкранная. Ну, в смысле, для десктопа. Правильно я вас понимаю? Проверим. Вот. И вы были абсолютно правы. Да, это версия для десктопа идет сейчас. Вот. Кстати говоря, иконочка здесь, мягко говоря, ну, не очевидна. По-моему, по максимуму просто вот эту вот. Ну, как бы, вот они такую используют. Это по поводу иконочек. Но, можно ли сказать так, что пользователь рискнет попробовать эту иконку и узнает, что она делает. И с тех пор он будет ей пользоваться, если нужно. Как вам кажется? Или не согласна? Или согласна? Или нет? Я вам приведу такой пример. Другой пример. Это у нас будет, допустим... Не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Я вам покажу нашу любимую версию сайта. Мобильную. Вот. Вам видна проблемка вот эта, полная версия сайта. Это здорово украшает наш дизайн верхний. Как вам кажется? Вот как вам кажется? Если бы мы иконками заменили вот эти тексты, это был бы в плюс или в минус, как вам кажется? Корзина однозначно, да? Поиск тоже однозначно. Полная версия сайта вопрос тонкий. Вот иконка здесь вот нету такой стандартной иконки для этого. Профиль пользователя. Можно было бы иконкой сделать? Да, человечек и так далее. Есть в принципе что-то такое, да? Но сейчас это две строки. А так было бы несколько симпатичных кнопочек. Как вам кажется? Профит? Профит. Вот по поводу ваших иконок. А сейчас вот это две строки занимает. И смотрятся они, не сказать, что офигительно здорово. Нет? Как вам кажется? Я как увидел, мне как раскорячило. Думаю, честно, она раньше была внизу, это полная версия сайта. Но кто-то решил ее наверху разместить. Дизайн не поплыл, но испортился, в общем-то. Могло быть хуже, конечно. В контакте тоже спрятано в полной версии. Кто? В контакте спрятано по тому, что я меню. В полной версии? Ну, в мобильной версии спрятано просто как лиц на полной. То есть на вечеринке. А, в смысле, еще чуть-чуть, я не уловил. Я вижу, что в контакте, когда находишься на мобильной версии, пока они не было, а потом в самом низу настройка выхода полная версия сайта. В контактах? Вот контакты. Не-не-не, я говорю сайт ВКонтакте. А, господи, я думал, контакты раздел. Тут, вы знаете, насчет ВКонтакте сложно, они же дизайн сменили сейчас. Вот как у них сейчас сделан, честно, я не сильно анализировал. Они меняют, поменяли дизайн. У ВКонтакте тоже раньше. Помните, была ситуация, вот ты поставил, мне нравится. И ты не понял, ты поставил, мне нравится, или не поставил, мне нравится. Вот ты не понимаешь, в какой ситуации. Сейчас они сердечко хотя бы выводят. Оно синенькое, или светленькое. Я уже различаю, вот я это ставил или не ставил. А так жмешь хоба, а ты как бы дизлайк поставил. Ну что ж такое, опять жмешь. Что за сайт смотрите? Это ТМ-сфециалист.ру. Это наш мобильный вариант сайта. Я его сейчас, по нему сейчас прохожусь. Но мы, когда его делали, наша задача была уместить телефон, чтобы здесь был, ну и основные пункты меню, конечно же. Сделать полноценный вариант, чтобы пользователь будет все задачи решать. Ну, в принципе, теоретически планировались, но сомнения были у всех. Так что, в принципе, он больше как такая пилотная версия, посмотреть, как оно пойдет. Ну, я заодно для себя включил, чтобы можно было найти быстро вот эти вот комплексы. Чтобы не лазить по сайте, не искать. Это очень удобно. Ради этого, собственно, и делалось. Вот. Так что, ну, вот. А так, в принципе, вот все нормально. Ну и мы говорим про иконки, да? И сейчас иконки был бы выход. Вы согласны? Они бы задели гораздо более приятное местоположение. Так. О, какая камера у меня, а? Все видно? Не то, что наша. Вот специально притащил сегодня. Вот такую красоту посмотреть. Но пока мы ее отключим. То, что мне левая рука нужна. Вот. Так. Иконки. Вместе с тем, иконки вы, в общем-то, встречали совершенно разные. И, конечно, стандартизация иконок вещь неплохая. Но мы, я боюсь, мы не дождемся этого. Они стандартно меняются, и зачастую иконки меняются, и вы уже привыкаете к другому. Поэтому сложно сказать, что с ними будет дальше. А у меня такой вопрос. А как вы относитесь к анимированным иконкам? К анимированным пиктограммам? Или пока лучше не стоит? У меня нет примера, сразу скажу. Не встречались? То есть пиктограмма, но анимированная. Вы знаете, я могу сказать так, что в принципе вы можете встретить микровзаимодействие с пиктограммой. То есть вы нажали, например, и пиктограмма, ну, например, крестик, знаменитый крестик. У меня нет примера, ну, вы сами сейчас помните, вот крестик такой, да, который у вас разворачивает. Когда вы его нажимаете, он поворачивается на 45 градусов, анимация идет, и у вас получается окошко, ну, всплыло, например, какое-то, и вы его нажимаете, и он сворачивается обратно. Пока понятно? То есть анимация происходит, когда вы на нее нажимаете, и он переходит в другое состояние. В принципе, это отвечает, как бы, естественный механизм человека, потому что, когда он, например, нажимает, он поворачивает там, и, ну, нажимает, оно повернулось физически. Нажал, оно опять повернулось куда-то, да, и, в принципе, ну, это вот, как бы, нормально действует. Вот, кстати говоря, тоже на эту тему, вот, обратите внимание, сейчас, где у нас была, сюда, что ли, Яндекс.Маркет, Маркет Яндекс. По поводу анимированных вещей. Ну, допустим, я захожу, ну, допустим, что там, ну, допустим, там, iPhone. Вот здесь вот справа, вы видите, вот эти, все, все видно? А вы заметили маленький нюанс в работе этой галочек или нет? Я попробую, не факт, что получится, ну-ка. Какой нюанс вы заметили? Во-во-во, как будто бы сверху, в общем-то, это самое, вот, у вас вылезает. Вот, но это на самом деле, вот как вам кажется, это блажь или там фигня какая-то вообще? Какое ваше впечатление? Ну, это лишнее что-то такое или как? Вот, то есть, в принципе, как бы, ну, необязательная штука, да? Вот. Да-да-да, я с вами абсолютно согласен. Просто сейчас я вам покажу немножечко по-другому этот вариант. Если дождусь. Нет, Wi-Fi у нас здесь железный какой-то очень. Так, ах ты, сейчас, секундочку, тут полная версия. Он нету грузил, он, да, полная версия сайта. Вот тоже, вот смотрите, мой маленький UX такой вот, где моя камера, вот моя камера. Вам адрес виден? Виден, да? Вот там идет в начале M, M в адресе. Но как я его оттуда уберу? Как я его оттуда уберу? Как мне туда добраться, в это начало? Видите, там, я никак не могу это сделать. Вот в конец я могу добраться, в начало не могу. Счастливые пользователи андроида, они могут стрелочками перемещаться, курсор в эту позицию. На айфоне это невозможно. Вот так. Ну и где оно там было? Чехлы, но это вот не то идет. Мне выдал не тот интерфейс, он мне мобильный выдал. А мне нужен не мобильный вариант. Мне полный вариант нужен. Или нет, а он полный вариант такой выдал. Еще разок. Маркет. Нет. Не надо мне M социалист. Маркет. Яндекс давай. Во! Ура! Я его добил. Ой, как прикольно. Они там вот так же. Жиг-жиг. Сразу два экрана, да? Красиво. Так, теперь. Айфон. Айфон. Нет, просто айфон. 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 а вот теперь обратите внимание здесь видно да вот так вот вот так видно вот я нажимаю оба виднее а вот здесь вот смотрите что получается я выбираю но у меня палец уходит но палец у меня уходит куда не вверху у меня палец уходит согласно он уходит вниз и когда я так нажал я чуть отвел я вижу что она поползла эта кнопочка мне можно палец ниже не вести чтобы удостовериться что я получил обратно ну что она включилась понятно когда я отключаю это анимация никому не нужна уже а когда включаю вот она вот так вот видите возникает вот так сверху сейчас это более заметно да согласны вот вам пожалуйста такое микро взаимодействие идет вот так вот вроде бы смотрится прикольно но по делу да невозможно симуляции яндекс и что тут скажешь они здесь как тот здорово пользователь позаботились я так случайно это узрел так этого ну вау а на самом деле было удобно себя сразу поймал на мысль что мне это очень удобно это всегда приятно когда ты ложечная мысль что тебе это очень удобно уж когда наоборот вот это по поводу мы с вами иконочку дайте говорим и вы видите сейчас а вот эти так сказать анимированные конки интересно где моя страничка была вот она идет ну вот пиктограммы улучшает ли они забили сюда они здорово помогает зачастую они решают вопросы а зачастую пиктограммы еще и в анимационном виде могут помогать еще чему-то но за этим посмотрим что будет дальше но вы знаете я к чему клоню вот смотрите реальный мир можно сказать что он статичен реальный мир нет но вы когда вот например прокручиваете телефон помните инерционные эффекты да когда вы прокручиваете да но в интерфейсе что-то сейчас принципе статичен но если вы правильно оживить наверное у вас будет больше доверия к нему но как это сделать чтобы это было оживление в меру и по делу эти пути мы с вами еще ищем их пути будут ну через два-три года наверное мы увидим что есть хорошего можно сделать всегда ли яркие броски это самые как л ту экшен на пользу конверсии это кнопка купить кнопка продать кнопка еще чего зарегистрировать и так далее но вы помните большая кнопка его после может не заметить но куда ждать оптимально тот как раз был пример когда у пользователь то есть провели оба тестирование и решили узнали что кнопочка вот такая она больше конверсия чем вот такая кнопочка мы там дружно поржали на таким исследуем то что здесь столько факторов и неизвестно что повлияло там ну на 10 процент конверсии возросла но здесь надо другой все остальное смотреть но по поводу кнопки кстати меня знаете будет вопрос к вам другого плана еще но тут извиняйте ну я вам экран сейчас просто отображал кстати интересный видит хоть как-то о ей а вот так а вот так это что перед вами осуществляется что это такое выбор языка это понятно выбор языка вопрос на засыпку как вы думаете а какой язык сейчас включен кто как считает сегодня буквально на их славе там на человек вывесил и горит всю голову сломал подскажите вот как кто что видит вот мне тоже интересно ваше мнение знает так поднимите руки кто за русский а кто за английский так ну скажем так учитывая то что я за русские в общем-то получается что мы русский победил такой вебинар вас считать кто чего сказал я боюсь что как бы вот будет проблематично английский ярче ох ты ну ладно ладно победили победили вот то есть вебинар саш по моему решил что как бы английский включен но аргументы те кто выбрали русский очень простые то что английский call to action такой как бы идет то есть он призывный на него надо нажать понимаете да те кто считает что английский победил они считают что как бы сама но выделено то что мы сейчас находимся я прав не прав правда как уже нажали как актив как за изъебленный такая да в общем то вы видите что все по разуму мыслить и аппаратом рассуждает тяжелый вопрос да вот на самом деле вопрос на засыпку как вы думаете что в конце концов предпринял автор чтобы убрать убрать эту проблему вообще нафиг решение простейшие как вы думаете что он сделал это сложный момент потому что как бы убирается альтернатива да в общем то и там получается вы видите е.н. например да и вас интерфейс на русском понимаете да так нет один из вариантов оставить один принципе годится в принципе но от в этом случае знаете это просто часто кнопочка идет английской версии сайта вы заходите на нее нажали принципе и смотрите она постоянно вообще отображается например да вы знаете а вопрос на засыпку а нафига мне кого-то здесь выделять можете мне обосновать хоть одно обоснование дать что пусть и не знает на каком языке он читает сейчас оставляем все либо белые либо серые все и никаких вопросов нету он может выбрать любой язык он читает на том языке который ему удобен понятно не понятно вот и все чего там выделять на чему там находит зачем главное выделять это другой вопрос если конечно страница переведена не переведена на русский да например а он нажал на русский смотрит текст на английском он думает она сработала вообще как бы примете да и получается вот как бы что это и не обязательно так делать если видите на виде флагов сделаны иконочкой сейчас вы нажали ну и чего ну нажал вопрос а там другие варианты рядышком есть немецкий французский да на можете нажать другие какие-то не вопрос они никак не выделяясь вы нажали перешли не вопрос так что вот так что это одно из решений а когда самое противное знаете в чем здесь заключается вот кто подскажет а в какой ситуации вот даже такое выделение бы вообще никакой проблемы не создала бы в какой ситуации вот это выделение есть то есть текущий например серенький я могу переключить на белый что ситуация ответ будет очень простой в чем здесь самая большая проблема сейчас в этом решении вот то что вы сейчас видите почему весь сербур разгорелся я дело в том что их я дело в том что их всего два их всего два в этом вся проблема когда их два у вас есть один вариант есть 2 а какой из них узнай если три то вы видите у вас есть серенький едва беленьких у вас никаких вопросов не возникает согласны или наоборот вы видите один беленький и два сереньких у вас тоже никаких вопросов не возникает вообще фигня вопрос а когда их два вот тогда то вопрос и возникает я все понимаю это самый тяжелый выбор в этом отношении и поэтому если если нужно действительно чтобы он был отображен то тут вопрос очень сложный конечно может быть помните есть такое слово fordance такое мы не забили тебя за рассматривали принципе это интуитивно понятное решение то есть пусть интуитивно понятное вы не спрашиваете что это такое ему и так это понятно он никогда не будет оформиться вот это решение все равно после будет сомнение так она или по-другому сделано вы можете подчеркнуть можете обвести ему сказать вы сейчас тут и не поможет совершенно все равно может помыслить совершенно по-другому вот такая маленькая задачка была это вот по поводу как раз вот этих вот кнопочка как представить эти кнопочки вы знаете поэтому они должны представлены что пользователь их не искал он их нашел но выделять их делать там какие-то самую экстраординарные над конечно же мобильной версии но как и что и где и когда вот смотрите мобильная версия сайта но как можно организовать мобильную версию сайта у вас мобильная версия может быть м точка траляля точка ru да а может быть работать помнить такие были всякие медиа там да которые определяют автоматически переадресует вот но как лучше сделать вы знаете здесь вопрос очень и очень сложные потому что если вы с помощью медиа только выкручиваете стада на полную версию сайта никогда уже не перейду не всегда будет показано с учета моего разрешения нет понять полный вес она и есть полная версия если переадресуете тогда вы после будет такой вариант но какой из этих вариантов правильный вот все по ситуации если ваш сайт полноценно и в мобильном варианте и в таком то конечно в общем-то можете любой вариант использовать используете комфортно работать там вопрос можно много чего задать на эту тему кстати говоря а нужно ли дизайнерить мобильные приложения или мобильные версии сайта дизайнерить как вам кажется вот на примере yamaha и корга вот как вам показалось в принципе насколько актуален красивый дизайн все-таки корк он вызвал больше ощущения до yamaha вызвала ощущение пресной каши а корк вызвал ощущение чего-то очень вкусного такого которое хочется еще попробовать у вас нет такой вещей до yamaha деловой сайт все нормально корк тоже деловой сайт но как вкусно деловой но вкусно и нет не тянет дизайнерские сайты вот наталья понимает вот такой вопрос дизайнерские сайты тоже может делать по-разному и принципе тоже можно сделать чтобы не не в 10 раз больше весили конечно же но вопрос как это делать да и принципе какие способы для этого использовать но вы знаете если честно я сторонник свега графики который позволяет вам вообще забыть про проблему штабирования и мы бог с ним со старыми устройствами там и тогда там можно очень здорово выкручиваться ну конечно если вы готов достаточно компактным не сверх огромный а так конечно но у корба не скажу что прям все настолько тяжело там принципе нормально сделано но очень красиво поэтому вот так вот а красота спасет мердент спасет поэтому вы ему с вами будем и все больше не дизайнерских сайт по красиво оформлено грамотно поданных сайтов отдельный вопрос как сделать так чтобы они минимально загружали трафик это целое искусство на самом деле и здесь уже у гугла есть там разные решения они там экспериментировали по поводу загрузки страницы они смогли выйти 17 секунд на буквально 3-4 секунды как-то один ролик смотрел они через скрипты выкручиваются естественным образом но они как-то организуют так что после не грузится все что нужно сразу же а груз как бы порция ну так бы первый экран да а если он пойдет дальше начинается подгрузка всего остального и первый экран он получает ну буквально за секунды а то есть предпред загрузка такая идет а вот а дальше если он пойдет то будет еще вот этот загруз то есть вы не не вешается целиком вся версия вся страница вот этого но это целая технология у них на эту тему существует так что вот такой вам план а это уважаемые слушатели о том и о чем вам нужно думать не как дизайнером а как юзабилистом уже перед вами customer journey map cgm или карта действий пользователя эта карта охватывает весь цикл взаимодействия пользователя с сайтом с реальным миром с телефоном и чем угодно вот и принципе если вы продумываете вот эти все скажем элементы ищите различные точки соприкосновения вот этих разных реального мира виртуального то вы можете значительно упростить и задачи поиска ли так далее вот и я не на примере вот это покажу а еще немножечко плана посмотри что получается и так поиск ну что-то купил грубо говоря вот и он пошел на сайт у него какая-то проблема не какой-то вопрос он купил photoshop photoshop не ставится например что-то у него возникло он пошел на сайт вот замечательно все хорошо там он видит все суперский но у него проблема и он идет файл 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 вот он подошел файл смотрит проблемы 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 его проблемы нету как вариант проблема проблема он посылает запрос в этом случае он находит вот эту форму посылает запрос вот и что дальше принципе дальше он связывается каким-то образом со службы поддержки возможно по телефону да может они ему звонят может быть он звонит мы здесь сейчас сказать точно не ну не можем а дальше эта проблема в общем-то разрешается и все суперски замечательно снова все там шапочки вверх бросает и так далее вот так ну вот вот этот процесс шел выйти что самые грустные впечатления он получил от того что он эту проблему пытался найти на этом сайте в общем-то и он не нашел эту проблему да и принципе не знаю что с этим делать а сколько ситуация когда увидите там факи и там нету проблемы вашей встречали такое и вот и нету ни обратной связи ничего вы думаете как мне эту проблему теперь разруливать вот и поэтому вот эти процессы они должны быть очень органично вместе с остальным или например вы что-то покупать сайт сделал изумительно вы начинаете связываться а вам начинает а менеджеры там в общем что-то там что-то не то понимаете и дальше у вас сразу доверие резко падает и сколько таких ситуаций было но это на целиком весь этот процесс организовать целиком с начала и до конца вот это все продумывать и вот эта карта поиска опыта она вы как раз позволяет сформировать и найти узкие моменты сейчас в обслуживании поэтому сейчас этому и уделяется огромное внимание составлением таких карт вот и анализы в принципе это как раз юзабилити тематика для юзабилити вот это вот все кстати говоря вот эти вот вопросы они принципе сейчас особенно актуально и вы можете сами по поводу продумать например как можно использовать то или иное приложение в общем вашей жизни банковское приложение так далее но у вас есть например мобильное приложение альфа банка сбербанк и так далее а вы можете попробовать прикинуть использование его не одного а в рамках контекста например для чего он вам понадобилось вам нужно перенести деньги куда-то зачем вам нужно перенести деньги то есть какая нужда заставила и попробовать так по цепочке пройти понимаете а потом а цепочки от мобеда перевода денег пройти немножечко дальше попробуйте мысленно провести вот такой эксперимент что было до этого что будет после этого и попробуйте прикинуть какие ситуации там могут быть и вот это будет вам огромный ваш пользовательский опыт когда вы прикидываете это кстати это опыт потом позволяет понять а что же приложение должно делать как оно должно бороться с этим проблемами или мобильной версии сайта так а как вам такое решение правда сейчас гифка идет анимированная пока она идет очень красиво я сейчас посчитаю ой это нереально а можно попрошу вас по фамилии сказать кто есть а артемова ну конечно же нету а есть 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 ура есть ура ой вебинар месяце считать немножечко слабой на букву гинди да есть а 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 вебинар месяце считать немножечко слабо и вот там чуть очень много народу я через один наставлю сейчас и ладно не охота сейчас и полдня займет вот ноткод как вам такое решение с помощью ботов решение проблем не очень вот мы сегодня с борисом как раз обсуждали на тему преподаватель ведет вебинар например но аудитория вся онлайн понимаете да функции преподавателя его что-то рассказывать отвечать на вопросы что-то рассказывает идет трансляция отвечать на вопросы бот борису ты никому не нужен будешь и я тоже когда воспитать правильных ботов но пока что боты в данном случае вот позволяет вам так примерить очки здорово сделано нет вот сама вот в какой вас момент зацепил да вот смотрите как здорово дал так примерил но вопрос конечно как поиск x это будет укладываться целиком вот вы примеряете во столько сомнений да вот вы как вы вот приходите в магазин вы покупаете вы можете эти очки там я не знаю месяц выбирать например ну кто любит выбирать их чтобы они прямо то что нужно было или прическу например вот так вот но прическу тут сложно купить в таком духе очки гораздо проще да или например что можно было бы можно было бы например а а кухню собрать реально так вот таком виде почему нет представься на секундочку вы каким-то образом снимаете ваше помещение возможно у вас стоит старой кухни системы и опознает и системы позволяет убрать да и на это место моделируется новая кухня так вам идея вот попал по поводу размеров вы знаете здесь очень сложный момент но и должен быть какой-то ориентир вот свое время может быть кто помнит было приложение кейс дополненной реальностью они что сделали они сделали что я кладу их каталог на пол на пол и потом я как бы снимаю система примеривается и дальше масштабирует с учетом размера она знает размер она ведь пропорции у суда кладет понятно но она может и по-другому вычислить эти данные принципе может попробовать да вот ну как бы вот такая ситуация недавно буквально вчера американцы сделали интересное тоже решение они они может быть кто видел они сделали даже не приложение это уже новое это сказать развитие когда они оценивают объект по вибрации идет фотосъемка пять секунд объект как бы дергается дергает его на экране в смысле у дергают реальной мере съемка идет а потом этот объект можно самому тянуть за ручки и за ножки и система моделирует его поведение то есть она его опознала она поняла его она его рассчитал структуру и ему так-то работает вот к нему дри шлисту промоделировать таким образом что-то как-то плохо верится но я и сейчас вообще не поверил как бы вот но но по кролике впечатляли может быть это просто реклама вот такие боты в принципе но с другой стороны а боты они чем как вам кажется плохие в таком виде а как вы с ними общаться будете вот набирать тонны текста до или в звуку говорить или как вообще да понимаете вот эти моменты они здесь то есть если связано вот с тонной текста это не очень хороший вариант если со звуком это неплохой вариант но в принципе на совмещать и то и другое сергей да абсолютно согласен говорить вот и совмещает то есть вы говорите он распознает отвечает на вопрос и так далее да вот это было бы интересно конечно же но пока примеров маловато так что будем ждать пока боты нас окончательно вытеснят нашей жизни так вопрос ко всем на засыпку по полу технической части какой ответ правильный ну ладно экран хакера никто не захотел выбирать конечно шестой вариант это медиа правило медиа который позволяет вам выбирать конечно же css да вот но вот это вот как раз момент как вы выбираете в общем то вот эту техническую часть и на что будете ориентироваться с точки зрения разрешений вот я кстати говоря вот на сайте посмотрел статистику вот вы увидите что к чему идет и сам популярный 360 на 640 но это ничего это нет не исходно это как бы рассчитанное разрешение в принципе то идет то есть через коэффициент она дальше уже пересчитывается в другие разрешения но в принципе вот такие пропорции видите один из самых популярных но еще более популярные а вы которых там по 30 процентов я к чему клоню увидеть какой зоопарк разрешение все это учесть довольно сложно вот у меня слушательница 1 столкнулась с проблемой что на фабрите дизайн выглядит совершенно по-другому и все развалилось то есть на мобильном нормально на доступе нормально фабрите все развалилось как это можно проверить вы знаете самый противный что и проверить не проверить что толком вы можете использовать сервисы но знаете гугловский хромовский и в 12 да то есть я могу поставить любую любое разрешение любое устройство но не соответствует она действительность никак вообще не соответствует я могу использовать различный эмулятор но они тоже не дают корректного результата поэтому вы остается только вариант выбора реального устройства и его использования то есть нужно кучу устройств мете на них все тестировать к сожалению дмитрий от размер пикселей да конечно же здесь идет коэффициенты кратности в общем-то и естественно и поэтому вот эти вот все эти анализаторы они к сожалению немножечко не промахиваются вот проверка поддержки мобильных устройств на этого будет известный гулский сервер вот проверка отображение на мобильном чест скажу как бы что-то как-то он врет но красиво привет смотрите как он здорово врет то есть я сюда ввожу например специалистру ну на самом деле он немножечко не так выглядит но видите он показывает на разных устройствах вот так вот но по моему слову медиа этого отрабатывать запросы эта штука при сможете дать коммерсантру у них немножечко более похоже идет и видите в чем прелесть они сразу на разных разрешениях показывать поняли да в чем фишка то в отличие от хрома который показывает только одно это показывает сразу кучу что в общем довольно приятно ну насколько это будет правда по лодам правда подобно конечно это вопрос достаточно тонкий теперь если кто хочет заработать 3 рубля можете попробовать выполнять задание кому а вот креста порешать хотите он зарабатываете и теперь еще тоже достаточно полезный момент здесь интерфейсики вы здесь можете встретить самые различные варианты реализации интерфейсов как как они сделаны на мобильных платформе как там регистрации сделан например что-то тут какой-то страшный сигнал красиво очень прикольно вот как сделано там например лендинг пейдж то есть это идут примеры принц как это можно организовать то есть на что можно в общем-то ориентироваться вот и тоже очень симпатичные паттерны поведения пользователя а кто будет переходить чем не переходит что-то не хочет переходить паттернс вот и форма например континью скроллинг например как будет выглядеть и здесь вот они здорово делают они прям позволяет мне здесь вот прям вот прокручивать ведь в живую до как она будет выглядеть это континью скроллинг вообще на устройстве то есть как пользователь в общем-то ведет все эти интерактивы здесь представлен как раз в интерактивном виде у я вот навигейшн карта например он помните мы обсуждали карточная навигация вот так она перед вами идет так или вот так вот то вами вкладками сделано вот так вот вот так вот вот так вот видно то есть можно смотреть примеры как можно в общем то сделать а вот вот кстати говоря месяц иконочка видите тексты идут тоже вот неплохое решение вот и все так хорошо смотрится осталось правильные иконочки найти вот на этот полезный материал который вам понадобится но вы знаете здесь ситуация такая что все это достаточно сильно развивается и средства взаимодействия тоже новые появляются вот и тоже новые шаги какие-то появляются вот вам встречалось вот такое поведение интерфейса ну я не буду показывать на реальном устройстве вот например вам писали сообщение и здесь у вас постоянно горит там лицо человека понимаете понимаете да а вы сразу разобрались как его убрать отсюда насколько интуитивно было то что вы должны начать его тащить и вдруг снизу всплывает крестик да крестик и вам надо попасть на этот крестик вы должны перетащить на этот крестик как вам интуитивность этого действия по моему не могу можно так без задержки тащить там то она и так будет тащиться но как-то очевидность этого действия она весьма сомнительно но вы знаете сейчас сомнительно или вам уже оно понятно сейчас как вот понимаете получается что вот вам навязали такой x вы должны тащить сюда но пройдет например ну не знаю год-два да и кто-то еще задействует такой способ потом кто-то еще это станет паттерном то есть паттерн который всем понятен и вот какие новые паттерны здесь у нас будут приходить ведь очевидность это абсолютно нулевая вот этого действия но она может стать в принципе уже привычным и новые действия будут тоже весьма интересно может кто видел было недавно фейсбук выложил самую живую демонстрацию в новых возможностей что будет фейсбуке и там например идет видео и там показывают что произойдет например если видео взять свернуть и она виде кружочка продолжает отображаться то есть вы прокручиваете видео в кружочке у вас это показывается который вы только что свернули как помоги нет это немножечко другой то есть там получается вот вы было видео но вы его как-то удачно стряхнули и она стала вот таким вот кругленьким то есть вы прокручиваете ленту а видео видео в кружочки вам продолжает вот так отображаться не вы не видели это у них новые разработки идут просто показывали как бы цукербергу показывали работу разных команд фейсбука что они предлагают какие новые решения сейчас неизвестно пойдет она не пойдет но вот эти вот моменты ведь всегда может что-то такое придумывать и мобильные платформы они дают возможность здесь по максимуму использовать возможности человек но не 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 не